В декабре 2020 года в состав Северного флота вошёл большой десантный корабль проекта 11711 Пётр Моргунов. Характеристики БДК проекта 11711. Экипаж 100 человек, водоизмещение 6600 тонн, длина 135 метров, мощность ГЭУ 10400 лошадиных сил. Проект 11711 – это современное развитие советских БДК проекта 1171 ТАПИР, которые строились в 1960-70-х годах. Вооружение проекта 11711. Двухавтоматная 30-мм арт-установка, несколько ПЗРК «Игла», две 30-мм арт-установки и ангар для двух вертолётов К-27 или одного К-52К. Второй вертолёт влезает в ангар только с использованием сдвижной секции. Десантноместимость корабля – 13 ОБТ и 36 БТР, количество морских пехотинцев – до 300. Дальность систем ПВО корабля – 6 километров. Дальнейшим развитием проекта стали корабли второй серии, которые серьёзно отличаются от первых двух кораблей. На БДК второй серии надстройка стала сплошной. Увеличились размерения и водоизмещение до 8000 тонн, а также десантовместимость. На БДК второй серии увеличена вертолётная площадка для одновременного взлёта и посадки двух вертолётов, а ангар перекомпонован для размещения вертолётов параллельно, а не друг за другом. Дата контракта на головной БДК мне неизвестна. Контракт на первой серийной был заключён в 2014 году, а предположительно в 2018 году был заключён контракт на два БДК второй серии. Строительством кораблей проекта 11711 занимается судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде. В середине 2021 года ВМФ России получил два БДК проекта 11711. Ещё два корабля второй серии были заложены в 2019 году. Посмотрим на темпы строительства БДК. Время от закладки до спуска на воду, как и время от спуска на воду до передачи флоту, значительно сократилось. Это связано с тем, что во время строительства головного корабля было внесено большое количество изменений. В середине 2021 года оба корабля проекта несут службу на Северном флоте. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, нужны ли России БДК, или лучше строить только вертолётоносцы. Северном флоте. Продолжение следует...